Все. Батюшка, можете делать доклад? Благословите Святой Владыка, отцы и братья. Сегодня рассказ о почивших старцах Афона и о Хадже Георгии. В 2014 году, по благословению правящего тогда пресс-вященного епископа Германа, мне каянному посчастливилось побывать на Святой горе Афон и нести послушание в Анхандарике, монастыря Ватапет, гостиницы. В свободное послушание времени я часто заходил в костницу монастыря и рассматривал главы прежде спатьевших отцов, которые во множестве лежали на стеллажах двух небольших веранд. Рядом находилось и монастырское кладбище, и храм в честь 70 апостолов. Возле этих веранд на улице я заметил и другие кости, лежавшие большой кучей под открытым небом. Смутившись этим, я стал настойчиво предлагать свою помощь в приборке этих костей. Но мне объяснили, вот закончится ремонт храма 70 апостолов, и тогда их в нем сложат. Не унимаясь, я несколько дней обращался с этим вопросом то к одному, то к другому. Как, наконец, на мое недоумение, почему никак не благословят это, как мне казалось, благое дело, получил ответ, они не хотят. Да, отвечая, простите, я в чужом монастыре со своими порядками, а у самого порядка нет. Ты не понял. Они не хотят. Вот тогда только дошло. Старцы, почившие, не хотели, чтобы я касался их честных останков своими нечистыми руками. И вот такой нам назидательный пример от этих молчавших, давно почивших отцов. Может быть, они при жизни и имели между собой какие-нибудь неудовольствия, ибо кто без греха. Но зато теперь смерть помирила их и смирила, и они послушно и безропотно лежат там, где их положили. Кого на пол, кого в дальний угол, кого на сквозняк, а кого всем любопытным на показ. Так они и лежат, и несут свое последнее посмертное послушание, молча учить всех смотрящих на них смирению, терпению и послушанию. Наш старец Схерхио Мадрид Георгий как-то сравнивал жизнь и здоровье монаха со старым сухим деревом, которое стоит в лесу, скрипит, да не падает. А рядом и другое зеленеет и растет, но вот время бури, оно легко переломится и упадет. Вот некоторые афонские долгожители, их имена, кроме последнего, взяты из книги иеромонаха Антония Святогорца «Жизнеописание афонских подвижников благочестия XIX века». Так, афонские монахи в большинстве своим отличаются долголетием, и по подсчетам их средний возраст жизни составляет 94 года. Но, несмотря на это, послушники старца Хаджио Георгия, речь о нем пойдет далее, умирали молодыми. В вышесказанной книге, в вышесказанной книге сказано, что он более ста человек своих учеников покоронил своими руками в разных местах афона, и большую частью русских и молодых, не выносивших при усердных подвигах перемены климата на Афоне. Он и его ученики держали пост круглый год без масла, а на Пасху красили в красный цвет вареную картошку вместо яиц. Когда он, обеспокоенным этим, предписал ему ослабить пост, то старец разрешил в пищу мед и орехи, а вместо вина в положенные дни сушеный виноград. Некто упрекнул его в такой чрезмерной строгости. На это Хаджи Георгий ответил, что готов ручаться за спасение души каждого из почивших его учеников. Гавриил, такое имя в миру имел Хаджи Георгий. Он родился в 1899 году в селе Кемира, Кесарико-Падокийской. Он имел богатых, но добродетельных родителей. Они щедро раздавали милостыню бедным. Его отца звали Иорданис. Он был родом из Кемиры, а мать Мария была из Гелверы. Родив двух детей, Гавриила и Анастасия, они стали жить как брат и сестра. Анастасия часто приводила своих детей к родной сестре. Которая была монахиней. Маленький Гавриил слышал от своей тетки разные рассказы о жизни в подвижниках. Так его сердце загорелось желание стать монахом. Он стал подражать им. Строго простился и молился. В своих детских играх Гавриил воплощал то, о чем мечтало его сердце. Он собирал друзей и строил вместе с ними в горестых окрестностях села маленький монастырь с храмом и кельями, в котором сам был игуменом. Хотя он рос очень смышленым, наука ему не давалась. Поступив в сельскую школу, он в течение четырех лет никак не мог научиться читать. Не мог выучить даже азбуку. Родители и учитель ругали его. И Гавриил убегал в горы. В окрестностях села была пещера со спечатком стопы святаго великомученика Георгия. Туда чаще всего и убегал маленький Гавриил. Постился и молился со множеством земных поклонов. А когда чувствовал изнеможение, ел траву, что растет в горах. Однажды он пропал на месяц. Нашел пустынников, которые жили в горах, и стал подвязаться вместе с ними, живя в отдельной пещере. Потом его нашли. Но с тех пор родители перестали ругать его за то, что он не может научиться читать. Как, наконец, после поста и долгих молитв, ему в церкви явилась Пресвятая Богородица. И по ее молитве и благословению отрог Гавриил научился читать. В возрасте 14 лет он с родственниками переехал в Константинополь к своему дяде. Надо сказать, что дядя Гавриила занимал высокий пост при дворе султана Мухаммада II. Некогда для спасения своей жизни от суда дядя принял ислам и после этого стал пользоваться большим доверием у султана. Но юный Гавриил смог убедить своего дядю вернуться ко Христу. В Константинополе юноша вел строгую и воздержанную жизнь, так что и султан удивлялся его посту и молитвам. Святая жизнь маленького Гавриила произвела на султана такое сильное впечатление, что и он тайно принял христианство. Позднее старец Хаджи Георгий говорил, что султан Махмуд потом стал любить христиан. Восемнадцать лет в ответ на горячие молитвы к Богородице Гавриил получил от нее указание ехать на Афон. Но игумен монастыря Григориат не хотел брать с собой безбрадога юноши, так что ему пришлось тайком прибыть на Святую Гору и уже там умолить старца. Надо заметить, что раньше на Афоне существовало правило не принимать в монастырь молодых людей, не имеющих бороды. Так, например, один юноша, когда услышал от монастырского привратника отказ, принимая в монастырь только тех, у кого в бороде может зацепиться гребень, взял деревянный гребень и воткнул его в свой безбрадый подбородок с такой силой, что воздельный гребень остался в нем и не падал. И был так принят в монастырь. В монастыре Григориат послушник Гавриил пробыл недолго. Однажды из-за непогоды нельзя было наловить рыбы к празднику святителя Николая, но по молитвам юного Гавриила она сама выбрасывалась на берег. Избегая почета, Гавриил поступил на келью старцу отцу Неофиту, который четыре года прятал юношу в пещере от турок. В это время на Афоне было много турецких солдат, так как в Греции поднялось освободительное восстание. От старца Неофита Гавриил принял пострижение с именем Георгий, а после своего паломничества к святым местам его стали назвать Хаджи Георгий. От отца Неофита Георгий принял и постнический устав, который хранил и передавал другим. Когда же Хаджи Георгий сам стал старцем, то принимал к себе и юных. Им он сажей рисовал городу и усы, и они с усердием брались за постнические труды. Несмотря на то, что в братстве возглавляемом Хаджи Георгием было много молодых братьев, все они соблюдали строгий постнический устав. А если кто заболевал, то единственным лекарством было причащение святых тайн и пропаривание русской печи. Результатом таких трудов у Хаджи Георгия было истощение плоти и утонщение духа. Хотя ноги у него болели от постоянного стояния на молитве, и особенно колени от многочисленных поклонов, старец не отступал от своего строго правила и никогда не принимал никаких лекарств. И в подтверждение своих слов, приводил такой пример. Один пустынник спросил дьявола, что для вас страшнее всего? Дьявол отвечал, страшно и невыносимо для нас таинство крещения, которое нас лишает власти и всяких прав на вас. Крест, который нас мучает, нас изгоняет и нас уничтожает, но особенно причащение. Причастие, продолжал дьявол, хуже для нас даже гиены огненной. Мы не то, что не можем приблизиться к человеку, достойно причастившемуся, но даже боимся взглянуть на него. Но как бы ни были таинства смертельно опасны для нас, мы благодарны тем людям, которые своей невнимательностью и своими греховными привычками сами отдаляют от себя их благотворные действия и тем самым дают нам право владеть их сердцами. Этим рассказом старец давал понять, насколько важны для христиан святые таинства. Святой Георгий, Хаджи Георгий, постоянно приводил себе на память следующий случай, который ему некогда рассказывал его старец, папа Неофит. Как-то один больной, потеряв терпение, возопил ко Господу и просил избавить его от страшных болей, которые ему приходилось терпеть. Тогда явился ему ангел и говорит, «Блакой Бог, услышал твою молитву и исполнит твое прошение, но с условием, что вместо года страданий на земле, которыми человек очищается, яко золото в горнире, ты согласишься пробыть три часа в аду, так как душе твоей требуется очищение болезни, но ты должен быть, то ты должен был бы болеть еще один год. Тебе это кажется трудным? Подумай. Однако, что значит быть в аду, куда отправляются гречники? Потому попробуй побыть там всего три часа, а потом молитвами Святой Церкви ты будешь спасен». Больной подумал, «Год страданий на земле это очень много, лучше потерпеть три часа в аду». «Я согласен побыть три часа в аду», сказал он ангелу. Тогда ангел аккуратно принял на руки свою, его душу и поместил в ад, а сам удалился, сказав, «Через три часа я вернусь». «Непроглядный мрак, который царил там, теснота, вопли грешников, низшиеся отовсюду, их страшный вид, все это вызывало несчастным страх и тоску, повсюду страдания, ни одного радостного восклицания по всей бесконечной бездне ада, лишь огненные глаза демонов, готовых его растерзать, видны в темноте. Несчастный стал биться и кричать, но его крики и вопли тонули в бездне. Ему казалось, что в мучениях прошли века. Он с минуты на минуты ждал появления ангела, но тот не приходил. В конце концов, потеряв всякую надежду когда-нибудь увидеть рай, он стал вопить и плакать, но никто не обращал на него внимания. Грешники в аду думают только о себе, а бесы радуются их страданиями. Вдруг сладкое ангельское сияние осветило бездну. С разной улыбкой на устах ангел предстал предстрадальцем и спросил у него, как ты чувствуешь себя, человек? Я не думал, что ангелы лгут, прошептал он угасшим голосом. Что это значит? спросил ангел. Что значит? продолжал несчастный. Ты обещал забрать меня отсюда через три часа, а с тех пор, кажется, прошли целые годы, века в нестерпимых муках. Что ты? Какие годы? Какие века? Сказал удивленно ангел. Лишь час прошел после того, как я тебя покину, и тебе нужно пробыть здесь еще два часа. Как два часа? Нет, не могу, ни за что. Если возможно, если есть на то воля Божия, умоляю тебя, возьми меня отсюда. Лучше я буду терпеть всю жизнь на земле, даже до дня суда. Только вы меня, выведи меня отсюда из этого ада. Жалься надо мной. Хорошо ответил Благой Бог, как чадолюбивый отец, помилуй тебя. На этих словах больной открыл свои глаза и увидел, что, как и прежде, он лежит на одре болезни. Такими размышлениями старец умертвил все свои чувствования, потому что забота о спасении души смиряет в человеке тело и умертвляет страсти. Хаджи Георгий отличался и большим милосердием ко всем нуждающимся и помогал им, так что часто сам входил в долги. За это даже турки называли его Безимбаба, то есть наш отец. Много было известных старцу таких пустынников, которых другие не знали. Он снабжал их самым необходимым. Когда возникли большие неприятности в русском монастыре святаго-великомученика Пантелеймона между русскими и греками, русские старцы духовник отец Иероним и архимандрит Макарий попросили старца Хаджи Георгия прийти в монастырь и быть посредником между ними и водворить мир. Старец с любовью пришел и целых два месяца провел там усердно стараясь о примирении. Наконец, не видя успеха, упомянутые старцы просили отца Георгия помолиться и просить открыть, угодно ли есть Богу и если не то ли на это воля Божия, чтобы отделиться русским от греков. Старец за послушание исполнил просьбу и было ему откровение во сне. Видел он, что посреди соборного храма святаго-пантелеймона стоит эконом монастыря и пред ним большой чан соленых маслин, которые он раздает одну чашку русским и другую грекам. Когда старец рассказал это русским старцам и прочим и старшие братьям, то из этого все заключили, что на разделение нет благословения Божия. Но все же из-за дьявольской зависти старца преследовали интриги. Так что ему в 1882 году по решению Тинода Святой Горы пришлось покинуть Афон. Это принесло великую скорость и гоп-послушечка на Афоне. А для константинопольских христиан принесло большую радость и утешение. Покинув Святую Гору, Хаджи Георгий поселился близ Константинополя в монастыре Святаго Ермолая и Пателимона, где он и отошел ко Господу в 1886 году. А в это время на Афоне лежал прикованный к кровати папа Неофит. Не тот его старец, а другой постриженник отца Неофита. Он жил в Катунагах, в Калиеве, Успения Богородицы. Старец лежал на кровати и смотрел вверх. Вдруг он лишился чувств, но скоро придя в себя сказал, «Я был только что в Константинополе у Хаджи Георгия. И что ты нам оттуда принес?» спросил отца Неофита его послушник папа Игнатий. «Колева, а что он тебе сказал?» продолжал его спрашивать отец Игнатий. «Через три дня приду за тобой», ответил старец и замолчал. К удивлению послушников папа Неофит, хотя не болел никакой болезнью, но только почувствовал старческое недомогание. Действительно, через три дня мирно предал свою душу Господу. Эти небольшие сведения о старце Хаджи Георгии были подчеркнуты из двух знамечательных книг. Первая жизненное неописание афонских подвижников благочестия XIX века, составленная иеромонахом Антонием Святогорцем, а вторая это книга преподобного Паисия Святогорца под названием «Афонский старец Хаджи Георгий. Господи, молитвами отца нашего старца Хаджи Георгия, помилуй нас». И еще один маленький эпизод позвольте, об этом чуде можно не рассказывать, достаточно взглянуть на фотографии. Старец схемонах Иосиф родился в 1941 году на острове Кипр в многолетней крестьянской семье. Свой монашеский путь он начал в 16-летнем возрасте. Его духовным отцом стал великий старец Иосиф Исихаст. В 12 лет находился молодой инок в послушании у отца Иосифа до блаженной кончины последнего в 1959 году. В 1989 году отцу Иосифу было поручено внешнее и внутреннее восстановление монастыря Ватопед, второго почину среди афонских обителей. Трудами старца Иосифа и его духовных чат, Ватопедская обитель была за короткий срок восстановлена из руин. Старец Иосиф отошел ко Господу на рассвете 1 июля 2009 года. На его погребении присутствовали 4 архиереи, более 10 игуменов монастырей, десятки священников. Ради них в качестве исключения в последний раз открыли лицо старца. И все стали свидетелями светлого лица и блаженной улыбки, явившейся на устах подвижника. Тогда, как в момент смерти лицо потемнело и уста не могли закрыть. Умерший улыбнулся, тем самым, по словам настоятеля ватопеда Архимандрита Ефрема, действительно запечатлевая свидетельством общего воскресения. Благословите святые владыки на этом закончить и просить ваших молитв. Благодарим за рассказ отца стратоника. Вот. Ну, хотелось бы здесь отметить вот что. Конечно, эту историю, я думаю, все знали, про то, как ангел помещал душу на время, душу одного болячего человека, который не захотел терпеть болезнь и пробыл там всего лишь час, ему показалось, что это вечность прошла. Вот. Святые отцы говорят, что адские мучения, гиена огненная, это последняя милость Божия падшему человеку, больше ничем ему уже не помочь. Почему-то говорят, потому, что сами такие физические мучения, то есть огонь гиенский, он несколько отвлекает находящихся там людей от более страшных страданий, которые связаны с разлукой с Господом. То есть, когда душа помнит, что есть рай, что она создана по образу Божьим, сколько Господь благодетелствовал ей в этом мире, сколько эта душа принесла зла другим людям, как отвергалась от Бога, и такая душа очень сильно страдает. И вот физические мучения несколько отвлекают. в земной жизни есть такое тоже, может быть, вы читали, вот скажем, в жизнеописании подвижников или просто в произведениях наших классиков, допустим, 19 века, что кто-то из героев этих произведений сильно страдал душевно, так, кто слег болезнь или наступила горячка у него. И это тоже говорят о защите для психики, когда человек заболевает физически, он несколько отвлекается умом уже на физические страдания и чтобы не сойти с ума. Вот. Ну, вот эти душевные страдания связаны с разлукой, с Богом. Они даже еще меньше страданий таких духовных, которые уже связаны с тем, что человек бы находился в раю, но имел бы у душе еще страсть. То есть, самые большие страдания духовные, когда грешник будет рядом с Богом в раю, поэтому Господь его отдаляет в ад, а там, чтобы он душевно еще не терзался, вот устроены еще вечные мучения. Но здесь правильно сказано, насколько они страшны. святые отцы еще делают такое сравнение. Адский огонь настолько же яростнее нашего земного огня, насколько же отличается от него по своей ярости, насколько земной огонь отличается от огня нарисованного на картинке. Немало говорится о гиенских мучениях в Священном Писании и особенно много святые отцы посвящали размышлению на эту тему. Мы помним, недавно изучали с вами житие старца Силана Афонского, ему Господь указал средства для борьбы со страстями и особенно с гордостью. Средства для стяжания смирения. Оно звучит так «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». То есть постоянно помнить о часе смертном, о том, что услада греховная может нас отлучить от Бога навеки вечным. Также в Священном Писании написано «Помни последнее твоя, да не согрешишься вовек». И еще удивительно, что вы сейчас рассказали про Хаджи Георгия, явно святой человек, преподобный, носитель духа, и он подвергался страданиям, гонением даже. Но если изучить все жития святых, то видно, что это удел святых. Все, которые желают благочестно жить, будут гонимы. Вспоминается здесь житие одного праведника, мне кажется, это в Глинской пустыне было, молитвенник Иисусова молитву творил, на него негодовали все братья и изгнали его. Но он вышел из обители, случилось половодие, не было возможности выйти дальше, перейти, куда нужно было, везде вода. Другие братья вышли, смотрят, что он будет делать. Он помолился, перекрестился и по воде пошел. Так Господь их разумил. Также недавно я прослушал житие святителя Нектария Гинского, которого почитают как у нас Иоанна Кронштадтского, там он сильно почитает в Греции Нектария Гинского. Тоже была клевета на него возвинута, его убрали с кафедры, и он там где-то находил себе пропитание, очень тяжело в страданиях. Вы знаете также, что многие священники Санкт-Петербурга и Кронштадта озлобились на Иоанна Кронштадтского и написали архиерею, чтобы он запретил служить святому Иоанну в других храмах. Еще интересный был случай, скажем, ну вообще житие такое. Есть такое житие монаха Феодота. По-моему, он, наверное, тоже прославлен в Лике Святых, либо, может быть, местность Симы. В Глинской пустыне жил монах Феодот. Он, когда пришел, молодым человеком его поставили на кухне, колоть дрова, таскать воду, самую тяжелую работу, и потом за трапезой перебирать, мыть посуду. Но меня удивило, что в то время почему-то были на кухне наемные рабочие в монастыре. Это самый расцвет Глинской пустыни, 19 век. Там были великие старцы, и процветало старчество, но почему-то наемные рабочие. И вот эти повара все время оскорбляли монаха Феодота, и даже избивали его. Его как бы там монастырское начальство как бы забыло, и он прослужил на этом послушании, на котором обычно новоначальные только бывают. Он там прослужил 50 лет. И даже у него не было своей кели, поскольку послушание началось очень рано, и заканчивалось очень поздно, то он и ночевал где-то около печки, смирялся. Но потом было видение игумену, он видел райские обители, сад цветущие райские, и видел, что там за этим садом ухаживает его монах Феодот. Но потом, когда он Феодота уже увидел наяву, уже своего послушника увидел, то Феодот попросил, чтобы старец о нем ничего не говорил. То есть, о чем хочется сказать, о том, что когда человек правильно живет, то не надо удивляться, что он гонимы, что его обижают, оскорбляют, тем самым Господь это попускает, но терпением всех скорбей, прощением своих обидчиков подвижник побеждает злобу дьявола, а потом еще, когда молится за своих обидчиков, вымаливает им прощение у Бога. Поэтому, чтобы нам никогда не смущаться, что мы гонимы. Единственное, еще как бывает, когда человек получает праведные замечания, он говорит, ну вот, все, ну и значит, человек сам нагрешил, когда его уже, скажем, в священном начале как-то ставит на место, он говорит, ну все праведники были гонимы и прочее. Ну, к примеру, сейчас мы знаем, я всегда вспоминаю, потому что для меня это более, бывший сегумен Сергий Романов, да, он все время говорит, что он страдалец, может быть, вы слышали в последнем своем там слове, говорит, я молил Божью Матерь, чтобы она все беды России возложила на мои плечи. То есть, себя считает святым, подвижником, гонимым и прочее. Вот. Ну, он, конечно, гонимый, но странный. Ну, в общем, надо всегда смотреть для начала, прежде чем объявлять себя гонимым за правду, надо смотреть, а нет ли в этих гонениях какой-то объективной составляющей, нет ли чего-то такого, в чем нам нужно исправиться. Так же ушедшие из священников или Андрей Федосов или Андрей Кананас говорили, что я пострадал за правду, за свободу слова, как Христос. Но Господь пострадал не за свободу слова, а за нас вами, за наши грехи. Вот. То есть, сравнивать себя с праведниками, гонимыми и прочее. Надо иметь, конечно, скромное мнение о себе. Но, тем не менее, если мы не находим причины вместе с нашим духовником, не находим объективной причины, почему у нас какое-то гонение со стороны сослужителей или начальства, то где-то надо посмиряться, может быть, просто были душевные какие-то отпадения из-за этого. Где-то надо и потерпеть это. А потом Господь все расставит на свои места. Ну, давайте будем молиться друг за друга, терпеть друг друга, и трудиться. Слава Боже. Благодарим за доклад, отец Тротоник. Спасибо, Господи, Владыка.